Итак, уважаемые, очередное видео для вас. Всем привет! Все, кто смотрит постоянно меня, радуется новым новостям, которые я прочитываю. Сегодня будем говорить о небольших статьях, вернее, об одной большой статье, а другая поменьше. Вот, две статьи я планирую рассказать в этом видео. Ну, всем известно свойства маточкиного молочка. Как оно действует, помогает ли, не помогает. Ну, пчеловоды знают, что оно помогает. Ну, а в каких вопросах оно помогает и как его использовать? В то время в журнале 59-го года, пчеловодство, номер 12 журнал, пчеловодство при Советском Союзе выпускалось. Вот такая вот статейка была, я хочу зачитать. Маточкиное молочко, как оно действует. Пчелиное маточкиное молочко является одним из интереснейших продуктов пчеловодства. Ну, там они пишут, за последние 10 лет ученые всего мира с большой страстностью изучают лечебно-профилактические и горонтологические, то есть омолаживающие свойства пчелиного маточного молочка. По внешнему виду оно представляет собой желеобразную массу молочного цвета с перламутровым оттенком и нежным запахом свежих яблок. Ну, вот так вот тут они написали. Естественно, все знают, что матки живут дольше пчел. Пчела живет меньше, короткий срок, потому что питается медом и пыльцой. А маток кормят от самого начала, во все дни жизни, кормят их, стараются кормить маточкиным молочком. Специально вырабатывающие свойства, которым кормят матки. Поэтому матка может по некоторым источникам до 20 лет жить, а по некоторым 5-6, по некоторым 8. Ну, факт тот, что матки живут дольше в несколько раз. И это заинтересовало многих ученых и всех людей, естественно. Все хотят жить дольше и счастливо, и иметь хорошее здоровье. Читаем дальше. Химический состав маточного молочка исключительно сложный. В нем содержатся белок, жир, сахар, минеральные соли, ферменты, витамины, антибиотические свойства, гормональные, особенно гонотропный гормон. То есть это тот, что я прочитывал, омолаживающий гормон. Радиоактивные даже есть. И другие весьма важные для организма вещества. Этим и можно объяснить, что маточное молочко успешно испытывают и применяют при заболеваниях, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, при туберкулезе, бруцеллезе, артритах. Лучше в сочетании с пчелиным ядом. Это когда артриты. Тут так написано. Паркинсонизма. Болезнь Паркинсон. Во врачебной косметике и других. Хочу добавить, что Соединенные Штаты закупают до 9 тонн. Из Китая. Маточкина молочка. И они используют его в косметике и в других направлениях. Для губной помады и прочих кремов. И поэтому оно очень полезно, если сделано на маточкином молочке. Если сделано на химии, то для женщин будет проблема. Читаем дальше. Благодаря высокому содержанию ацетилхолина, вещества, расширяющего стенки кровеносных сосудов, маточное молочко успешно стали применять при лечении гипертонии, то есть повышенного давления. Вместе с тем, клинические наблюдения показали, что это же молочко оказывало лечебное действие при гипотонии, то есть пониженном кровенном давлении. Таким образом, маточное молочко является своего рода регулятором кровяного давления, то есть у больных, страдающих гипертонией, оно способствует снижению его до нормы, а у других больных, у которых пониженное давление, повышает давление, не превышая при этом естественной нормы. Ну вот такая вот информация так написана. Такого лекарственного регулятора кровяного давления современная медицина еще не имеет. В этом отношении маточное молочко представляет очень большой интерес для экспериментаторов, фармакологов и клиницистов. То есть, естественно, сейчас бизнес на медицине делается очень хорошо, подвешивает людей на эти таблетки, они постоянно ходят, покупают, покупают, покупают. И если у вас удастся содержать пасеку, и где-то с хорошим пчеловодом, или вы сами пчеловод, и будете потихоньку узнать, что вам надо. Читаем дальше. Доктор Роберто Хеллен, Аргентина, сообщил мне интересный случай излечения маточным молочком больной, страдающей облитерирующим эндартеритом. Это означает тяжелое заболевание, часто ведущее к самопроизвольной гангрене. То есть, это близко к гангрене. Одна женщина, 80 лет, пишет Роберто Хеллен, которую врачи признали безнадежной, страдала этим заболеванием. Ее ожидала гангрена ног. Сын химик попросил у меня маточное молочко, как последнее средство. Это произошло в конце прошлого года. Это журнал был написан в 59-м году, а это в 58-м году было. И как он применял, тут не написано, но результат описывает. Гангрены не было, и теперь она чувствует себя хорошо. Благотворное лечебное действие маточного молочка при этой заболевании вполне объяснимо с точки зрения теории профессора Оппеля, по-видимому, немецкий, который считал, что в основе механизма развития этого заболевания лежит избыточная функция надпочечников, выделяющих в кровь большое количество адреналина. Наряду с другими весьма интересными наблюдениями высокого лечебного действия маточного молочка хочется отметить, что оно, молочко, в виде спиртовой эмульсии очень хорошо укрепляет корни волос и предохраняет их от выпадения. Естественно, у меня волос нету, и когда человек стареет, и женщины, и девушки часто шампунями моются, и волосы часто выпадают. И вот здесь вот такое, так сказать, предложение. Надо, однако, отметить, что маточное молочко быстро теряет свои лечебные свойства под влиянием воздействия кислорода воздуха, тепла и даже солнечного или электрического света. Вот почему длительное хранение его требует особых условий. Хранить молочко следует в холодильнике при температуре от 0 до минус 1. Хотя, по нашим наблюдениям, даже и при длительном хранении маточного молочка в холодильнике при указанной температуре оно все же начинает довольно быстро портиться. Сборчику маточного молочка необходимо соблюдать правила гигиены и санитарию. Он должен работать в чистом белом халате. Руки тщательно медь посуда, предназначенная для хранения молочка, должна быть исключительно чистой. Мы пользуемся для этой цели стерильными 5-граммовыми широкогорлыми бутылочками с притертыми пробками. Когда бутылочку наполняют до 3 четверти объема молочка, добавляем 40% спирт, закрываем пробкой и опускаем горлышком в растопленный воск, чтобы пробкой горлышко бутылочки были им залиты. Вот так использовали в то время. Далее читаем. За границей назначают маточное молочко также в растворах, в ампулах, для подкожных, внутримышечных вливаний и для внутреннего употребления, а также в сочетании с медом и цветочной пыльцой для внутреннего применения. В течение нескольких лет мы успешно испытываем применение маточного молочка подъязычно. Больной специальной стеклянной лопаточкой соответствующую дозу берет количество маточного молочка и перекладывает из маточника или баночки в подъязычную область и либо капает соответствующее количество капель раствора эмульсии на язык. Ну, естественно, если мне попадается маточник, как пчеловоду, я это лишний маточник, я вижу там молочка много, естественно, я его сразу же, это самое в рот, обсасываю, воск выплевываю. И чувствую себя прекрасно, не по этим пропорциям, что они тут пишут, как говорится, работаю часто с пчелами, если много этих маточников, два, три, четыре за день приходится, так сказать, их употребить. Проблем не существует до сего времени. Далее читаем. Вот, что они тут предлагают. Естественно, то, что они предлагают ложить под язык, это лучший вариант. Не съедать, конечно, потому что он сразу поступает, это молочко сразу поступает через слюные железы и то, что язык, кровь. И более сохраняются витамины, нежели если вы съедите это маточкино молочко внутрь. Но хотя тут написано, что оно с медом, тоже полезно для внутреннего применения. Вот. Читаем дальше. Либо капает соответствующее количество капель раствора эмульсии на язык. Получение большого количества маточного молочка связано с некоторыми трудностями, так как пчелы закладывают много маточников только при определенных условиях. Либо в осиротевшей семье, либо в семье со старой маткой. Чтобы получить маточное молочко из уля с пчелами, нужно вынуть и удалить матку. И тогда пчелы будут закладывать несколько, иногда до ста маточников. Хочу добавить, что разные породы ложат по-разному. Среднерусская сама мало ложит количество маточников, а кавказские породы они ложат до 36 и больше. Поэтому если кто хочет развиваться, он должен подобрать породу, которая дает хорошее количество маточников. Маточник в это время... Так, что такое дальше? Тогда пчелы будут закладывать несколько, иногда до ста маточников, личинки которых энергично снабжаются молочком. Маточник в это время можно сравнить с восковым бочонком, в котором личинка будущей матки буквально плавает с метанообразной массой маточном молочке. Мы рекомендуем многим больным. Понятно, в кавычках написано, в скобках, по предварительному согласованию с лечащим врачом. Уехать на месяц в деревню, где имеется благоустроенная пасека, и там принять полный курс лечения. Ну, естественно, пчеловоды, они без согласования врачей принимают этот курс лечения. И пчелоужаление, и мед, и пыльцу, и маточное молочко. Поэтому они без всяких согласований живут очень длительное время, время намного дольше, чем те, которые не занимаются пчеловодством. Чего и желаю и всем слушающим. Прожить долгую и счастливую жизнь. Читаем дальше. Что здесь советуют? Уехать на месяц в деревню, где имеется благоустроенная пасека, и там принять полный курс лечения. Нужно ежедневно в течение 10 дней принимать молочко, используя на прием по одному маточку. Ну, тут понятно всем. Один маточник берешь, выбираешь оттуда, это под язык ложишь, и рассасывается, чтобы не проглотить. И оно очень хорошо, как говорится, поступает в организм. Вот. 10 дней. А дальше что? То есть за этот срок из 10 маточников больной получит примерно 2 грамма молочка. Затем следует сделать перерыв на 10 дней. Если наступит только улучшение, а не полное выздоровление, можно принять молочко еще из 10 маточников. Можно также принимать молочко из одного маточника через день. То есть получить 2 грамма этого биопрепарата в течение 20 дней. Не совсем я понял эту информацию. Я думаю, вы не поняли, как из одного маточника постоянно брать. На пасеке больные могут принимать маточное молочко следующим образом. Срезают с сотов маточник, разрезают его вдоль на две половинки, чистым пинцетиком вынимают личинку. А затем все содержимое маточника чистой стеклянной лопаточкой перекладывают под язычную область. То есть под язык ложат. Понятно, что нельзя дать какой-то трафарет или схему лечения или график, пригодную для всех больных. Каждый больной требует строго индивидуального подхода специальной только для него персональной составленной схемы лечения. Мы назначаем маточное молочко под язычное. То есть больной, не находящийся на пасеке, дома, в лечебном учреждении, берет пипетку и капает раствор эмульсии на язык по 5 капель 4 раза в день. Раствор эмульсии маточного молочка хорошо всасывается слизистой оболочкой под язычной области и разносится током крови по всему организму, минуя желудок, сок которого снижает лечебные свойства маточкиного молочка, желудочный сок, поэтому ложат под язык. Раствор эмульсии маточного молочка можно приготовить в любой аптеке. Для этого к 2 граммам молочка добавляется 18 граммов стабилизирующей жидкости. Мы избрали для этой цели 40% спирт, ректификат, который является хорошим стабилизатором молочка и в то же время быстро всасывается слизистую оболочку под язычной области. Ну, тут уже всем понятно, кто не брезует спиртным, 40% понятно, 18 граммов это приблизительно столовая ложка и 2 грамма так сказать маточкиного молочка это приблизительно 10 маточников. То есть, это вы можете это себе составить, эту эмульсию размешать. Вот. И далее читаем. Принимать раствор эмульсии следует за полтора часа, за час 30 до приема пищи. Сполоснув рот теплой кипяченой водой, предварительно тщательно сболтав слой маточного молочка и 40% спирта в бутылочке. 40% алкоголь всасывается в слизистые оболочки под язычной области довольно быстро. При этом алкоголь в данном случае является своего рода кондуктором, который переносит с собой многочисленные и механические измельченные компоненты маточного молочка через слегка расширенные под влиянием теплых полосканий клеточные ворота слизистой оболочки. Вот. До сего места, друзья. Небольшая информация, но весьма интересная. Если вы заинтересовались, а я думаю, что вы заинтересовались, никто не хочет помирать раньше срока, то вы отметьте себе некоторые моменты и запишите ваш дневничок и вы будете иметь успех при, так сказать, созидании, можете, когда будут маточники, собрать 10 маточников на спирту и в холодильничек от нуля до минус 1 температура в этой температуре держать и использовать для так своего капельного влияния. можете вливать себе в рот и больным, кто у вас нуждается в этих вопросах. Также еще одна маленькая статейка называется «Кот на пасеке». Известно, что охотничьи собаки ведут себя весьма беспокойно, когда хозяин собирается на охоту. Стоит только снять ружье со стены и одеть шапку, собака сразу же начинает лаять, скулить, кидаться к калитке и так далее. Мой кот ведет себя так же беспокойно, когда я собираюсь идти на пасеку. Только возьму дымарь и ножи, в тот час же появляется кот, ходит вокруг меня, потирается ноги, мяукает, мурлычет. Если я уйду на пасеку, когда кота в доме нет, то только разведу дымарь, он сразу же появляется неизвестно откуда. Садится сзади улья, с которого снята крышка. Что же привлекает кота на пасеку? Дело в том, что для борьбы с трутнями я часто применяю срезание головок, то есть острым ножом снимаю крышечки сотов с трутневого расплода и личинок вытрягиваю на траву. Этого только и надо коту. Он с жадностью поедает трутневые личинки, причем особенно усердно слизывает каждую каплю личиночного корма. Иногда кота жалят пчелы. В таких случаях он быстро удирает с пасеки на погреб. неизменно идет со мной на пасеку. За это время мой кот заметно отъедается. Шерсть на нем лоснится. Ночью он пропадает из дома и часто дерется не только с окрестными котами, но и задирается с собаками. Весной и осенью, когда трутневого расплода не бывает, кот на пасеку не ходит. Итак, друзья, вы знаете, что можно делать гамакенат, который тоже очень полезен с трутневого. Не надо котов кормить, это один из методов, когда вы можете также получать лечение из трутневого расплода. Ну, это может быть в другом разе. Я прочитаю какой-нибудь другой статейки для вас. А сейчас будем заканчивать. До встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь. И если вы хотите продолжить какое-то видео, в конце видео у меня всегда есть подобное видео, которое я уже говорил. Вы можете досмотреть до конца, высветиться и кликнуть туда, и вы просмотрите дальше на моем канале видео интересное. До встречи, до следующего видео. До свидания. видео.